привет друзья привет привет время у нас пол восьмого извините за освещение еще недостаточно света на улице сегодня я хочу ответить на несколько вопросов которые мне задала одна из моих подписчиц вопросы следующего характера достаточно донести практичные такие вопросы зачитываю не могли бы вы снять видео по поводу ателье куда вы сдаете вещи на подшивку сколько это стоит второе парикмахерские услуги третье ну и также стоимость третье носите ли вы обувь на починку четвертое собираетесь брать холодильник сколько стоит бытовая техника вот такие вот вопросы я пока буду ехать сегодня у меня экзамены и на машине отвечу вам быстренько на такие вот вопросы потому что наверняка если это интересует одного человека это может интересовать еще кого-то поехали и так поехали ответ на вопрос номер один или точнее не помню что там 1 2 3 и так дальше по поводу починки одежды зашить подшить перешить и так далее значит конечно же существуют ателье но ателье это громко сказано наверно мы назовем это ателье но на самом деле это не ателье это как типа кабинета лучше сказать наверное почти при любом моле ну нормальном моле можно найти такое ателье которое подшивает да это игром сейчас не то что там кто-то дома да делает то есть это понятно а при любом нормальном моле есть такая вот кабинет куда можно подшить одежду сдать отремонтировать что-то даже возможно что-то сшить на заказ это раз во вторых например если каждом уважающим себя магазине одежды кстати обратите внимание на цвета деревьев я сегодня еще вам сниму когда буду ехать обратно и но также в любом магазине например одежды у них есть подпортные с которыми они сотрудничают и куда они сдают одежду например вы что-то купили она все классно сидит но надо что-то где-то переделать в каком-то участке одежды и вы можете конечно же прямо в этом магазине сдать у них есть свои с кем они работают люди ну конечно это заполнительную плату это понятно плата зависит в принципе от места я вам честно скажу я не знаю по израилю я знала то что я часто сдавала одежду ремонт или как это правильно сказать но я не знаю сколько даже примерно это может стоить там например я не знаю подшивка брюк наверное что-то в районе 10 долларов я думаю дороже бы я за это не отдала вот ну вот это что-то вот в таких районах это нужно ребята кто вот знает кто из канады пожалуйста под этим видео в комментариях оставьте расценочки или если вы если вы знаете кстати вы можете даже оставить адреса если вы кого-то знаете то есть я себе тоже на будущее буду знать и другие ребята то что меня смотрят очень много тронтовчан которые с удовольствием тоже воспользуются этой информацией следующее по поводу обуви точно такая штука есть такая штука естественно есть я никогда этим не пользовалась в канаде если честно хочу сказать я даже не не видела как бы мне не попадалось на глаза никогда ничего подобного но абсолютно сто процентов могу вам сказать что это есть шумен их называют часто вот это все есть как бы этим пользуются я опять таки не знаю расценок я это это нужно знать и знать в каком районе и так сказать опять таки если кто-то есть напишите здесь внизу но я ни разу не сдавала обувь починку ну как то не приходилось то что у меня и обувь такая что не нужно ремонтировать мне нужно только выбрасывать покупать новую то есть как бы я же в основном в кроссовках туфли у меня есть но я в них там хожу знаете ли там на пальцах одной руки можно посчитать сколько их одеваю поэтому они в порядке какие-то там допустим зимняя обувь достаточно хорошая качественная она у меня как-то нормально служила поэтому даже не знаю что вам сказать значит следующая вопрос по поводу парикмахерских но во первых вы спрашиваете человека который уже не так далек от этого вопроса во вторых ребята все зависит от сервиса который вы хотите получить и уровня салона в который вы приходите сразу вам скажу здесь нету какого-то ну как говорят ну скажите хотя бы рейндж да там интервал примерный какие цены невозможно сказать потому что это все зависит от уровня салона вы можете прийти в какой-то салон на какой-то занюханной плазочки там где вам сделают детскую стрижку мужскую за 8 долларов мужскую за 10 женскую там я не знаю 15 так это и качество будет такой стрижки да на поток инкубаторская или как это сказать как это называется этот парикмахер забыла есть на русском языке а их называют вот то есть есть такое пожалуйста можно найти дешевое знаете ли у людей разные есть разные достаток естественно каждый ищет по своему кошельку в тот момент когда вы уже ищете не по кошельку а по качеству вы можете заплатить то вы идете есть опять-таки салоны высшего класса или выше среднего да там где в принципе цены уже сразу в три в четыре раза дороже чем то что я вам сказала то есть простая женская стрижка уже будет стоить начиная там я не знаю на короткие там волосы от 35 40 долларов вот плюс если вы делаете укладка плюс если вы там делаете еще покраска то это может зашкаливать и стоит там все 160 180 200 долларов это еще тоже не предел так сказать вот это говорю про короткую стрижку сейчас а может быть знаете все вот это вместе стоить в зависимости от качества салона в районе скажем 60 долларов да то есть и стрижка и покраска и укладка то есть это все зависит от салона потому что цены разнятся то есть можно найти знаете за 8 долларов за 15 а можно найти и высшего класса опять-таки еще как бы такое небольшое я хочу сказать пометочку здесь то например чего я не встречала вот в израиле этого не встречала потому что в израиле ты приходишь там как правило либо один мастер парикмахерская с одним человеком если это несколько человек то как правило у них все равно не разный прайс у всех один прайс здесь у вас есть даже в салоне хорошего качества у вас есть разный прайс у вас есть там junior там сеньор и мастер да то есть даже в салоне хорошего класса у вас будет юниор какой-то до который только начал работать но он уже работает по стандартам этого салона он обучен уже но во первых он обучен он с каким-то сертификатом потому что без сертификата тебя не возьмут в принципе на работу в салон лицензированный пиши их проверяют тоже вот то есть он уже обученный в смысле в школе плюс он уже также обучен конкретно этим салоном то есть он уже стрижет по стандартам салона то есть если у вас нету как бы вы бы хотели стричься в этом салоне но недостаточно дотягиваете до уровня как бы квалифицированного хорошего уже опытного мастера или мастера высшей категории то вы можете воспользоваться юниором но вы должны взять во внимание что не обязательно это будет то есть юниор он есть юниор да он возможно может стричь дольше чем например у вас будет стричь мастер или укладывать или возможно не совсем получится так как вы ожидали вот но вы должны знать одно что в салонах высокого класса есть возможность получить юниора заплатить дешевле но он будет стричь на принципе уровне этого салона потому что их тоже обучают ну как сказать салон у него и свое лицо у них есть своя свое лицо своя и свои техники свой уровень как бы кажется уровень и каждый уважающий себя владелец салона не позволит работать работнику который не поддерживает стандарты этого салона да то есть он его обязан обучить если он сам себя уважает прежде всего вот поэтому цены просто могут быть от земли до него нету никакого знаете определенного интервала сказать вам ну где-то от 10 до 15 долларов нет это может быть от 8 долларов там до 400 долларов понимаете то есть это все но думаю что такая индустрия которая вообще индустрия красоты она настолько непредсказуемо и она настолько ну как сказать все очень разница от класса салона от человека и о том качестве которое он заявляет за свои услуги то есть как бы что он предоставляет и какую сумму он спрашивает это может разниться очень сильно по поводу холодильника по поводу холодильника поправочка дамка думали с кости что он у нас все-таки навернулся а он не навернулся он мой золотой он работает и будет работать еще долгие нам годы служить мы его любим и только хорошие слова про него говорим дело в том что у нас такая есть там кнопочка в морозилке не кнопочка такой рычаг маленький и если я иногда я обычно до него не достаю но иногда я так вот как-то пытаюсь сложить что-то поглубже и она цепляет этот рычаг и этот рычаг способствует тому что если холодильник подключен к системе ну с водой то он делает лед и я этот рычаг обычно он отключенный у нас отключены отключены и в этот раз я видимо зацепила это уже такое у нас было несколько раз и я его включила и что происходило вот этот странный шум потому что мы видели что температура в холодильнике не падает все морозится одинаково все нормально не так как в прошлый раз когда у нас поломалась запчасть которая вот реле и мы игры это прошли больше двое суток так прошло мы смотрим холодильник нормально но этот звук странный как будто он не может завестись потом один прекрасный вечер мы уже пошли спать я такая вся в раздумку слушай кости может быть там опять зацепился рычаг для льда и он пытается включиться а не может что вода не подключена он говорит слушай точно мы пошли ночью проверять точно был нажат этот рычаг мы его подняли так что наш холодильничек работает и все с ним хорошо но по любом случае вы меня спрашивали в о где покупать и что покупать ну конечно же всегда можно взять секонд-хенд ну это такой вариант вы не знаете какую вам гарантию дают это редко когда человек купил и по каким-то причинам вдруг он хочет продать или перепродать или там я не знаю что обычно если вы идете то вы уже покупаете новые цены могут разниться компания по популярнее конечно будет подороже но есть компании менее популярные которые в общем то тоже неплохо служит в общем если вы получаете покупаете комплект например холодильник и став да то есть плиту или там например холодильник и посудомойку дешвошер или дешвошер и став то вам обычно какую-то конечно делают скидку но не обязательно значит где покупать ну везде абсолютно где это можно купить то есть вам нужно просто выискивать хороший дел это может быть и костка это может быть и сирс который сейчас кстати очень много у них закрывается филиалов в канаде и вот филиалах которые закрываются очень выгодные цены поэтому пожалуйста пожалуйста то есть есть варианты можете пойти в тот же home center там есть отделение в лоуэс но очень много очень много вариантов то есть это нужно смотреть цены цены колеблется цены могут вообще разниться точно так же как и везде вы должны прежде всего знать какой ваш бюджет как и в любом деле вы знаете какой ваш бюджет смотрите по бюджету что уже вам подходит и по бюджету покупаете лучше покупать в магазине потому что вы можете пощупать но точно так же вы можете для себя решить какой ваш бюджет подобрать свою фирму в этом интервале цен выбрать что вам больше всего нравится какая модель выписать себе и и пойти в магазинах где-то пощупать посмотреть как это будет он real life и купить даже где-то в интернете в интернете есть очень много скидок очень много предложений очень много сайтов где это можно купить и дешевле и в общем то вам привезут это на дом поэтому опять-таки где купить пожалуйста где угодно главное чтобы вы знали range как бы интервал ваших цен подобрали себе фирму дизайн я не знаю то что вам нравится и как вам нравится пойдите пощупать в магазине покупайте онлайн что еще что еще я хотела сказать на тему вообще этих электротоваров у меня даже как-то было видео я показывала флайеры как-то по электротоварам меня тоже спрашивали про мелкие электротовары по типу там чайники тостеры там я не знаю такие вещи более мелкие я показывала волмарте расценники я очень часто обращаюсь в волмарт и вообще заходите в сайт волмарта даже кто не в к не в канаде волмарт это как сказать национальная сеть это национальный магазин что значит национальный там есть все что нужно от среднего класса и ниже то есть высокого класса люкса вы там не найдете товаров но там есть средний класс и и ниже и ниже то есть но нижний класс будет не говно совсем полная а нижний класс нормального качества да то есть у них там есть свои фирмы поэтому вы всегда можете зайти волмартом всегда реальная цена всегда цена которая в принципе достаточно низкая то есть если вы видите что волмарте это стоит столько то то это скорее всего самая низкая цена которую вы можете на рынке получить за конкретно там я не знаю вот этот товар за вот эту цену вот поэтому волмарт это наше все я обожаю волмарт есть многие люди которые относятся к нему с пренебрежением потому что считается типа магазин для бедных до херня это полный американцы канадцы все покупают волмарте потому что это само то это то что нужно это все что вам нужно под одной крышей по доступной цене хотите немножко дороже вы тоже можете там купить вещи подороже но как сказать если вы хотите люкс то конечно вам не нужно выискивать ничего вы идете покупаете люкс а если вы хотите более-менее что-то нормальное за небольшую цену волмарт это ваш дистинейшн это ваш любимый магазин будет и это это все там есть все 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 вот поэтому это мой любимый вот куска волмарт но куска это уже не совсем это уже немножечко на несколько левелов будет повыше чем волмарт на не намножечко я бы даже сказала вот но в общем то такое направление все ребята я думаю что вроде бы как я зацепила все вопросы и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, приехали в Walmart, посмотрим, что мы купим Габи, сможем ли мы что-то найти. Продаются свитера уже, вот даже уже ugly sweatshirts, даже эта свечица. Прикольно. Главное, что купила, то, что запланировала. Наборы Пау Патроль. Здесь уже включено в себя 24 листочка для разукраски, 1 пазл, 4 краёна и 4 карандаша. Так что, это пойдёт в коробочку. Это для торта я взяла, для крема. Это ванильный экстракт. Что ещё я взяла? А и деткам ещё вот набор масочки, по масочке положу вот этот лутбек. Ну вот, 8 масок, как раз мне надо на 8 человек. И Костику ещё чай, он просил зелёный купить, у нас закончился листовой. Ещё чаёк. В принципе, это всё. Будем двигаться к кассе. Ой, какой смешной. Какой смешной. Здесь как бы твоя морда вставлена. Прикольно. Классно, как я люблю по магазину ходить, а время уже позднее. Время уже 10 часов, пора идти домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok